Diego Speakers в своем аккаунте в ТикТок количество просмотров довольно велико. Пока, видео, которое вы получили, больше всего это. Мы говорим о 29 миллионах людей. Читая комментарии, многие убеждены, что эти изображения реальны, потому что это то, что мы попытаемся выяснить сегодня на Paranormal Debunked. Канале, который занимается разоблачением тех видео, которые считаются паранормальными или необъяснимыми. Это видео и видео Diego Speakers имеют одну общую черту, и вероятно именно поэтому оно было настолько успешным. Мы скоро вернемся к нему. Тем временем, кто такой Diego Speakers колумбийского происхождения, начинает жить той жизнью, которую он всегда хотел. Диего покупает квартиру, в которую он переезжает, чтобы жить со своей женой и дочерью, но ему также нужно выразить свой художественный талант. На самом деле изначально Диего представляет себя миру как художник, создавая действительно качественные рисунки. Уже только это помогает ему привлечь внимание многих людей. Поэтому он чувствует мотивацию создавать различные материалы, такие как, например, легкие и забавные видео, делиться эпизодами из своей жизни и его талантом татуировщика. Он проводит время, и как бы он ни старался, цифры остаются в среднем не слишком высокими. И именно в этот момент это происходит. Он, вероятно, замечает, что среди различных тенденций ТикТок есть паранормальные явления. Это увлекательная тема, которая привлекает множество людей. Очарование тайны, очарование оккультизма. Должно быть, все пошло так, потому что в какой-то момент оно радикально меняет направление в одночасье. Я покупаю вам Кастиле, Соль Гонда, Вентонезию мышей. Это первый клип, который она публикует. Постарайтесь не рисковать, держитесь в тени, оставляйте сомнения в сознании зрителя. Я знаю, что рационально в это трудно поверить, но цифры говорят ясно. Видео в порядке, люди взаимодействуют, и Диего решает пойти дальше. На самом деле он показывает эту фотографию, где вы можете увидеть лицо маленькой девочки за окном. Ничего слишком странного, если бы не то, что Диего живет на пятом этаже небольшого здания. Согласно тому, что он говорит, он вынужден этим присутствием переехать в дом своих шуринов, прежде чем покинуть квартиру. Опубликуйте этот клип. То что он показывает, настолько невероятно, что разделяет аудиторию. Есть те, кто ему не верит, и те, кто советует ему обратиться к священнику, но кто говорит о нем хорошо или говорит о нем плохо. Цифры продолжают расти. Мальчик снова добавляет присутствие таинственной фигуры в кадре. Если это сработало в первый и второй раз, почему бы не продолжить? Мы могли бы даже создать серию видеороликов, связанных друг с другом, возможно, основываясь именно на этой фигуре. Диего сразу понимает, что вам не нужно тратить слишком много времени и энергии на создание видео, которое привлекает внимание. Всего несколько элементов, и вскоре мы увидим, что это такое. Не теряя больше времени и катаясь на волне любопытства своих все более многочисленных последователей, парень публикует клип, который начнет стиль, присутствующий во всех его других видео. Он ставит их в принцессы Лючано. Диего понял, как вы создаете откровенное видео и максимально использует его. Во всех своих видео он всегда использует одну и ту же формулу. Шаг первый. Настройка. Представлена ситуация, кадрирование, диалоги, которые кажутся случайными. Изучены таким образом, чтобы мы всегда понимали контекст, но прежде всего, что что-то должно произойти. Этап второй. Действие. Происходит событие. Эта женская фигура появляется достаточно, чтобы потом исчезнуть в воздухе. Третий этап. Откровение. Нам показывают, что то, что только что произошло, невозможно, и все же произошло то же самое. Именно это создает внимание и интерес. Это ничего не напоминает вам. Кстати, если вам интересно, как работает этот трюк, у стула есть дно, которое остается скрытым, а в передней части есть разрез на спинке, из которого выйдет модель. Неудивительно, что линии вертикальные. В некоторых его видео вторая фаза заключается между первой и третьей, где установка и раскрытие сразу же следуют друг за другом. Так как в этом случае этот парень понял, как заработать деньги с двумя клавишами и использовать два несовершеннолетних. Но это только одна деталь. Диего на самом деле продолжает эту сериальность, представляя предысторию. Прошлое этой маленькой девочки, которая, кажется, преследует ее семью и особенно ее дочь. Эми, короче говоря, утверждает, что это призрак ее сестры. Он решает попытаться избавиться от одеяла, думая, что тем самым он освободит себя от этого проклятия. Но Диего не зря еще раз понимает, что это идеальная техника, чтобы привлечь еще больше внимания. На самом деле эта фигура будет продолжать преследовать семью. Возникает вопрос, кто эта фигура на самом деле. Помните, что Диего переехал в дом своих детьев? Ну, другая девочка не кто иной, как его внучка. На данный момент вам может быть интересно, да, хорошо, но можете ли вы доказать, что они притворяются? Что я могу сделать, так это попытаться восстановить некоторые из этих видео. Продолжение следует... 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 короче говоря что я должен признать что я очень уважаю этого парня он сделал состояние очень мало на самом деле любой может создать эти видео поэтому можно сказать что его заслуга была среди прочего в том что он не был сдержан тем что люди могли подумать сказав это я надеюсь что глава диего спикера окончательно закрыта если вы все еще найдете кого-то кто считает что че видео реальны пусть они увидят это видео теперь когда я проводил исследование для этой части я наткнулся на несколько паранормальных клипов которые предлагает тик-ток давайте посмотрим что я нашел здесь на самом деле мы видим ту же технику о которой мы говорили ранее эта настройка у нас есть действие а затем откровение в этом уроке мы видим как этот эффект достигается после съемок клипа с маленькой девочкой в комбинезоне зеленого цвета да они также существуют для детей снимается еще один клип из пустой комнаты который затем будет использоваться в качестве изображения я восстанавливаю все те части которые ранее были покрыты телом хорошо здесь все наоборот они использовали зеленую ткань чтобы покрыть остальную часть тела и это именно тот эффект который использовался для плаща невидимки гарри поттера мы понимаем это потому факту что часть рукоятки ножа покрывается зеленой тканью а затем становится прозрачной мы также можем видеть недостатки цветности то есть технику устранения цвета это происходит когда освещение на зеленом полотне неоднородно и создаются теневые зоны это беспокоило меня когда я впервые увидел его но теперь когда я нашел его в высоком качестве я вижу его недостатки они отслеживали движение и вставляли изображение которое должно следовать движением камеры на самом деле если мы хорошо наблюдаем есть небольшая задержка и по сути применяемое изображение перемещается на долю секунды позже создавая своего рода эффект желе затем если мы хотим быть очень суетливыми мы видим что стена создает тень на потолке из-за света вспышки мобильного телефона но персонаж не отбрасывает тени следующие два видео были присланы мне подписчикам люси и они с двух разных каналов сервбукс и шэдоу мен давайте посмотрим скажите мне что я каждый раз я выключаю свет там есть тень там вы видите что это за хрен эй о нет хорошо давайте попробуем я ничего не сделал кроме как нажать паузу и заставить девушку успокоиться после чего снова нажать кнопку записи даже здесь желая быть разборчивым если мы относимся кадром кадр за кадром мы замечаем что когда мальчик снова включает свет положение комнаты другое а девушки уже нет когда еще темно уйо